МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто ходит в гости по утрам, тот Александр Морозов. Каждое воскресное утро наш ведущий проводит на кухне у известных личностей. И вместе они готовят завтрак из продуктов, которые найдутся в звездном холодильнике. Добрый день, я Александр Морозов и программа «Звездный холодильник». И в преддверии Великого поста в Масленице мы пришли, конечно же, к нашей любимой, обожаемой певице Варваре. Варечка, здравствуй. Здравствуйте, Старш. Альтернатива и симфоническая музыка. Этника Северной Европы и Востока. Электроника и Нью-Эйдж, приправленные актуальным саундом. Что это? Это смешение музыкальных стилей. Мир, в котором себя прекрасно чувствует этнопоп-певица Варвара. Создательница четырех детей, пяти альбомов и одиннадцати клипов в стремлении найти идеальную форму поп-музыки не забывает и о простых вещах. Обожает природу и путешествия, вкусную еду и фитнес. Конечно же, весна ассоциируется с тобой, с твоими песнями. И, наверное, с твоим постным, но, видяюсь, уже холодильником. Не знаю, чем там будешь угощать. Нет, я действительно ассоциируюсь с весной, потому что я очень люблю это время года. У меня какая-то романтика наступает сразу же. Мне хочется что-то такое вкусное съесть, кого-то пригласить. Но я думаю, что сегодня мы с тобой будем готовить что? Ну, наверное, это будут все-таки блины. Конечно, блины. Но я знаю одну такую вещь, что на Руси масленицу готовили очень много. И на утро это все еще оставалось. Поэтому это называлось доеды. Так что, если что, я с удовольствием к тебе приду утром, и мы все с тобой это доедим. Конечно. Ну, а пока проводи нас в свой холодильник и покажи, что там у тебя есть. Это студийный холодильник, который набили наши музыканты. Варечка, ну расскажи, чем ты почуешь своих музыкантов? Держишь ли ты их в... В форме! В одних же форме! Вот. И чем они тебя питаются? И чем ты будешь меня кормить? Саша, ну вообще, на самом деле, они сами себя кормят, и меня в том числе. Поэтому я пришла, сейчас я открою холодильник, я не знаю, что там находится. Но это будет для нас сюрприз. Тайна! Так. Рыба Муксун. Я знаю эту рыбу. Мы только что привезли ее с гастролей. Я рыбак. Я знаю, что это самая вкусная рыба на планете. Это правда. Но из овощей есть капуста, мы можем сварить борщ, у нас есть перец, у нас есть зелень, у нас есть однопроцентный кефир, чтобы мы с вами не поправились. Холодильник Варвары приготовился во всеоружии встречать масленицу. Молоко, кефир, сметана, йогурт и яйца послужат основой теста для блинов. Копченый Муксун и буженина станут прекрасной начинкой для символа масляной недели, а яблоки, оливки и помидоры с огурцами пойдут на закуску. Давай доставать, из чего мы их будем готовить, потому что я знаю массу рецептов, но все-таки есть ингредиенты, без которых блины просто невозможны. Да, это точно. Это, наверное, молоко, яйца, мука. Аня, у тебя есть? Ну, сейчас посмотрим. Муку. Да, сахар и соль. Сахар и, конечно же, соль. И масло. И масло, масло обязательно. Вот я буду твоим подмастерьем, если хочешь, и мной командую, я буду выполнять практически любые твои жены. Можешь даже выдернуть у меня волосы, тракать видов. Хорошо, Саша, давай. А я параллельно буду тебя пытать, потому что зрителям интересно вообще про Варвару узнать многое. Хорошо. Вот я, например, знаю, что у тебя четыре ребенка. Да, но они уже выросли. Двое уже закончили институт, один заканчивает, а тот третий. Ну и Варя учится еще в школе, ей 12 лет. И дочка еще Варя. Две Варвары. Да. Так, ну, все это здорово, но мне надо начинать что-то делать хотя бы. Давайте с молока начнем. С молока. Который нужно, наверное, разогреть до 40 градусов. Вот в этом можно? Конечно. Отлично. Вот до 40 градусов – это абсолютно верный рецепт. Не больше и не меньше. А у нас тем временем молочко уже готово. Отлично. Продуктом на масляничной неделе, конечно же, является мука, а блюдом – блины. Ну, а какие самые главные продукты в марте, мы сейчас с вами узнаем. Рейтинг самых полезных и сезонных продуктов марта выглядит следующим образом. Чеснок. Чеснок. Традиционно рекомендуемый медиками для укрепления иммунитета в марте из продукта желательного превратился в обязательный. А небольшая народная хитрость избавит вас от навязчивого чесночного аромата. Запейте водой неразжеванную четвертинку зубчика чеснока, как таблетку. Отдельное место в продуктовом календаре занимает молоко. Молочные реки препятствуют развитию сахарного диабета, снижают риск развития инфарктов и инсультов, снижают давление и усиливают иммунитет. Следует лишь запомнить основные правила. Чтобы молоко переваривалось легче, его лучше пить натощак и небольшими глотками. И, наконец, в марте на вашем столе обязательно должен быть мед. Ну и пусть он достаточно калориен, зато благодаря наличию калия, мед обладает свойством уничтожать бактерии, а также содержит массу полезных веществ. К тому же, если стресс и нервотрепка ваши постоянные спутники, то мед – один из самых верных способов победить хантру и подлечить нервишки. Вот давай, теперь твоя рецептура. Я добавляю сразу муку. Вот ты сколько добавляешь муку? Ну, я думаю, что ложки две, наверное, хватит. Я вот лично всегда на глаз. Я потому что не понимаю, сколько надо. Абсолютно, да. Как ты оказалась в искусстве? Саша, это долгая очень история. Она начинается с трех лет. Как себя помню. С трех лет? Да. Я вставала на табуреточку перед бабушкой и дедушкой. Ты знаешь, проходя мимо наших соседей, я их тоже всегда останавливалась. Это уже, конечно, было попозже. И говорила, ну, послушайте меня, пожалуйста. Я сейчас вам спою песенку. И просто пела детские песни. И каков был репертуар? Все детство пропела, все детство протанцевала. Начиная с пяти лет, меня дедушка отдал в музыкальную школу. Не песни-то какие пела? А, песни какие-то школы? Ну, песни, детские песни какие. Пусть бегут в музыкальную школу. Чунга-чанга, да. Конечно, все советское время в детских песнях. Ну, вот смотри, сейчас же в Масленице? Да. А в Масленице принцы петь. Прощай, 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 Масленица. Прощай, 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 Масленица. Ой-да-ой, ой-да-ой, прощай, Масленица. Ой-да-ой, ой-да-ой, прощай, Масленица. Какой голосин, а? Никакой блинчик и никакой оладушек, конечно, не сравнит с настоящим масленичным блином. А какова его история, какова история масленицы и масленичной недели, мы сейчас с вами узнаем. Олег Машкаркин – наш личный эксперт по закупкам всего съестного, его ценам и качеству. Он знает, как обойти все уловки продавцов, найти самый качественный товар и всегда готов поделиться нехитрыми, но очень важными секретами при его выборе. Олег точно знает, что хорошего покупателя ноги кормят. О, блинки домашние. А можно мне один? Да, пожалуйста. Издревле круг символизировал бесконечность. Поэтому блин олицетворяет собой круговое течение жизни, полноту и гармонию. А еще блин – это символ солнца. Вот не зря наши предки, устав от зимних холодов, блинами встречали богини лесной весны. С принятием христианства на Руси древние верования попали под запрет. Но традиция печь блины перед наступлением весны осталась и превратилась в масленицу – разгульный народный карнавал, который отмечают целую неделю перед Великим постом. Не веселиться на масленицу значило всю жизнь прожить в горькой беде. Повсюду устраивались ярмарки, возводились снежные горки, качели-карусели, водили хороводы и, конечно, угощались сладостями и блинами. В старину на масленицу те, кто мог себе позволить, объедались блинами с различными закладками – с килькой, с молоками, с икрой, с семгой. А вот интересно, с чем едят блины на Руси сейчас? У нас есть сладкое и соленое, сладкое со сгущёнкой, с мёдом, с джемом, с шоколадом. Соленое с красной икрой, со сметаной, с ветчиной, с сыром и сёмгой. Вам какой сделать? А можно есть сёмушкой? Да, конечно. Приятного аппетита! Спасибо большое! У каждого дня масленичной недели было своё имя. Понедельник – встреча, вторник – заигрыши, среда – лакомка, четверг – разгул, пятница – тёщины вечерни, суббота – заловки на посиделки, воскресенье – прощённый день. И уже со вторника начинались безудержные гулянки и пляски, а также разудалые молодецкие забавы, кулачные бои. Молодцы ходили стенка на стенку, без злобы и в охотку мяли друг другу, глубокая. Со среды начинали ездить друг другу в гости. Тёщи привечали зятьёв, а свекрови – невесток. Блинов в эти дни поедается великое множество, и не только в домах, но и на людях, ведь с народом всегда веселее. В старину на таких гуляниях парни высматривали себе невест, а девицы поглядывали украдкой на суженых. ПОЁТ Щедрый, широкий, задорный русский карнавал «Масленица» в угоду ушедшим языческим верованиям завершается сожжением чучела богини зимы Марьевны. Гори-гори ясно, что бы ни погасло. И когда откружили масленичные хороводы, в последнее воскресенье перед Великим постом православные просят друг у друга прощения. Простите меня, люди добрые. Так, продолжаем пытку. Так, дед отдал, значит, музыкальную школу. Да, отдал мне музыкальную школу по классу фортепиано. Правда, меня взяли в пять лет, но не в первый класс, а в подготовительный. Поэтому... Фортепиано ли? А я слышу. Вот слушай, это же еще не все. Понял. Еще не все, да. Два года я отучилась на фортепиано, а потом дедушка сказал, ну, надо же, внученька, поучиться на моем любимом инструменте. Аккордеоне! И я... Вот, видно, дед русский, да? Дед хороший, дед, да, дед русский. Другие деды обычно на класс скрипки отдают некоторых мальчиков. Дед прошел всю войну, он, можно даже сказать, меня и воспитывал. Носил у меня аккордеон в музыкальную школу, он был директором завода. То есть такой настоящий, военный. Ну, я так понимаю, что ты пошла вся в деда и была не подарок. Если я даже слышал такую историю, что один из педагогов в тебя швырялся ботинком. Это был характер, да. Это правда? Это был характер мой, да. Как можно в девочку бросать обуви? А я могу сказать, кто это был. Это был Матвей Абрамович Ашировский. Это же знаменитый... Даже я знаю, кто это. Театр Аперетты с нашумевшей трехгрошовой оперой. Да, да, да. В Одессе он, по-моему. Совершенно верно, да. Вот мне попало от него на первом курсе, потому что я уже, конечно, пришла туда со звездой. Я уже выступала... Да, на концертах и в Гнесинское училище, конечно, я поступила благодаря ему, потому что он меня туда взял, себе на курс. А в Гнесинке отделение какое? Музыкальная комедия. Музыкальная комедия. Аперетта. Ну, видите, два комика встретились. Да. Вот только у одного комика почему-то все в этих... В комочках. В комочках. Давай я помогу. Поэтому придется это... Я возьму все-таки венчик. Все может. Вообще, я буквально на днях разговаривал с шеф-поваром Кремля, и он сказал, что блины взбиваются только деревянным венчиком. Вот как. Вот так, и никаких миксеров, и ничего подобного. Кстати, в Кремле очень вкусные блины, и вот они точно знают, как их правильно. Вот в Кремле все вкусное. Ох, сейчас мы поедим правильно. Что-то не зовет никто нас туда. А, кстати, комочки-то растворились. Растворились. Кстати, знаешь, вот если говорить про деревню, то у нас есть свой дом в деревне, и мы все продукты молочные, вот у нас прям... На погребе где-нибудь хранятся, да? На погребе где-нибудь хранятся, да? На погребе где-нибудь хранятся, да? На погребе, у нас есть курочки там. Мама дорогая. У нас коровы есть, поэтому мы все... А где деревня? Деревня в 500 километров от Москвы. Я кладу яйцо. Так, что добавляем дальше? Соль, сахар по вкусу. Я сахара добавляю мало, но, может быть, потому что сейчас масленицы, можно и побольше, можно их сделать более сладкими. На глазок. О, по-моему, достаточно. И я добавляю еще ложечку. И я добавляю туда ложечку масла, чтобы они не пригорились. И они становятся более такие нежные-нежные. Ну да, и они не пригорают. Теперь рассказывай кулинарные предпочтения твоих деток. Знаешь, они у меня всеядные. Я так счастлива, что они едят. И пускай едят. Мы не ограничиваем их в количестве. Вот. Единственное, что я стараюсь покупать более натуральные продукты. Творог деревенский, мясо. Ну, в общем-то, такая обыкновенная, хорошая домашняя кухня. Ну, и могу так поделиться секретом, что на диетах, и даже не на диетах, а на таком, наверное, уж таком сценическом питании, о котором мы с тобой, наверное, знаем. Особенно я. Сижу только я одна. Вот. Только я ем все пареное, вареное. Нет, ты знаешь, я попробовал. У меня правда получилось. Я сел на дробное питание. Как один человек сказал, ты что, дробью питаешься? Дробью. Нет, и реально я стал сбрасывать. Но есть люди, которые сказали, Морозов, ты теряешь свой юмористический шарм. Ты знаешь, они правы. И ты туда жил. Да. Поэтому ты много... Я хочу быть мачо. Я хочу быть загорелым блондином, с голубыми глазами, чтобы ходить на кубе полуобнаженным торсом. Чтобы девушки смотрели на меня и пускались на кубе. Таша, ты и так прекрасен. Вот это я с тобой согласен. Конечно. Вот тут не поспоришь. Поэтому ты можешь себе не отказывать ни в чем. Тем более в блинах на масленицу. Вот, по-моему, там... Да, там есть комочки. Чутка. Вот я тебя поднапрягу так. Ага, и можно я немножечко еще муки добавлю, потому что мне кажется... Вот, вот твое искусство. Даже и не лезут. А я тем временем попытаюсь поставить сковородочку уже на огонечек. Варенька, у тебя прекрасные сковородки на кухне. Надо ее поставить на огонь, чтобы она была горячая. Только тогда мы туда... Только получится тогда. Да, тогда получится будет. Ну вот я почему-то, знаешь, с какой-то ностальгией вспоминаю бабушкину чугунную, которую, я не знаю, там лет 200-300. На ней блинов было пережарено уже миллиард, наверное. Она была большая бабушка. Она была большая, да. А, я помню, да. У нас то же самое. Как вы думаете, что можно изготовить вот из этого листа металла? Как представитель сильной половины человечества, я думаю, ну не знаю, обшивку для космического корабля или самолета. А как бы на этот вопрос ответила представительница прекрасной половины. Я думаю, что женщина в первую очередь бы подумала о том, без чего не может обойтись ни одна хозяйка. И будет права. Речь сегодня пойдет о рождении сковородки. Будущие сковороды и блиницы рождаются из листов алюминиевой ленты. Толщина такого полотна варьируется от 1 до 4 миллиметров. В зависимости от того, какой должна быть будущая сковородка. Это, конечно, еще не сковородка. А вот как этот алюминиевый диск превратится в незаменимый предмет кухонной утвари? Я вам сейчас расскажу. Заготовки будущих сковородок необходимо очистить и при помощи химических растворов сделать шероховатыми. Делает это специальная машина. Здесь диски очищаются и шлифуются. После этого на них наносится два вида покрытия. Внутреннее антипригарное и внешнее. Нанесение антипригарного и декоративного покрытия происходит методом роликового наката. На производственной линии длиной в 50 метров покрытие наносится в 3-5 слоев. Итак, покрытие нанесено. И чтобы оно лучше держалось, диски надо спекать. Вот на этой печи. Итак, наши блинчики готовы. Внутренняя сторона пеклась при температуре 440 градусов, а внешняя при температуре 290. Следующий этап – придание формы. Под действием штамповочного пресса с силой нажатия в 3,5 тонны заготовленная форма принимает, наконец, вид сковороды. Видите, здесь на токарном станке обрабатывается дно, сковородки, для того, чтобы она не скользила по плите. И кромка, для того, чтобы хозяйки не поранили пальчики, а железные заусенцы. Следующий этап – устанавливаем фурнитуру. То есть, крепим ручку. Кто бы мог подумать, что буквально за 15 минут из безликого куска железа получилась настоящая помощница по хозяйству. Осталось только ручку прикрепить. Интересный факт, что с момента своего создания сковородка практически не изменилась. Разница только в покрытии. И чтобы у вас первый блин не получился комом, выбирайте качественную продукцию. А как фиксируют сковородки на качество, я вам сейчас расскажу. Елена, как же готовая продукция проходит контроль качества? Вот как мне проверить, надёжно ли закреплена ручка? Мы сейчас сделаем ей нагрузку, а для этого нам потребуется гиря. Одну и самую большую попробуем. Держит. Прекрасно. Следующее испытание, которое мы делаем, это проверяем адгезию на нашем покрытии антипригарном. Чтобы проверить крепость сцепления покрытия с металлом, технолог по специальной схеме наносит ножом несколько надрезов царапин. Затем для проверки приклеивает скотч. Если на скотче не осталось крошек от покрытия, а рисунок решётки совпадает с шаблоном, покрытие закреплено надёжно. Одно ещё из важных испытаний, которые мы проводим в лаборатории, это на истирании. То есть с нагрузкой у нас происходит 7,5 тысяч циклов. Это мы проверяем, сколько раз женщина может помыть нашу сковородку, чтобы на ней не осталось дырка. А как можно измерить толщину антипригарного покрытия? Для этого у нас есть прибор, толщиномер, который работает путём прикасания поверхности. Мы смотрим, нам выдаётся определённое число. Я так понимаю, главное, чтобы везде было одинаково. На всей поверхности сковородки. И не меньше, и не больше. Ну что ж, моё изделие выдержало аж 5 килограммов. После этого я могу с уверенностью сказать, эта сковородка прослужит вам долгое время. Однако специалисты советуют менять посуду с покрытием каждые два года. Ну что, будет первый блин комом? Ммм, не думаю. Как? Загадаем желание? Не дождёте, товарищи! Идеальный блин! Посмотрите сами. А интересно, чем ты будешь переворачивать? Вообще, конечно, здорово, когда вот так хлоп, но я так не умею. Да. Знаешь, почему я добавляю соду? Потому что они получаются с дырочками. С дырочками, да. Но вот я про соду спрашиваю у шеф-повара Кремля. Угу. Он сказал, категорически нельзя. Нельзя. Вот так вот. А я сам тоже добавляю. А как же у них получается с дырочками? Я не знаю, может, у них, значит, есть какой-то другой рецепт. У них специальные кремлёвские дыроколы есть. Да. Блины, да. Там знаешь, сколько народа работает? На благо родины? Да, конечно. Ну неужели не получится? А, я же масло забыл. В общем, первый блин всё равно комом. Куда ни крути. Ладно. Сейчас мы добавим чуть-чуть масла. И он уже всё равно смазанный такой. А знаешь, как раньше смазали сковородки? Брали, например, кусок сырой картофельной, надевали её на вилку и макали в масло. Вот. И этой штучкой получалась такая смазанная. Замечательно, да. Ну что, попробуем? Я думаю, что из своих рук это получится точно. О, какой масляный блин! Как можно в этом возрасте, я не буду уточнять, естественно, стать заслуженной артисткой России? 18-то наших лет. Заслуженной артисткой России, между прочим. Заслужила. И даже один человек, очень важный, который является руководителем союзного государства в Беларуси и России, сказал, что ты являешься связующим звеном между нашими странами и способствуешь объединению. Вот с каким человеком я готовлю блины на масле. Не цук. Пора переворачивать. Кстати, у меня скоро будет в Минске сольный концерт. Я действительно очень часто езжу в Беларуси, практически на все мероприятия. Мне нравится эта страна, мне нравятся все молочные продукты, которые там есть. Нет, там, конечно, удивительный народ, удивительные люди. Мне очень нравится Беларусь, поэтому, наверное, я и являюсь связующим звеном. Вот, Маречка. Ой, какие мы с тобой блинчики напекли, а. Красота. И последний, самый красивый. Блины. Смешать молоко с водой и развести в них яйцо. Добавить муку, все хорошо перемешать. Добавить соль, сахар и немного растительного масла. Взбить миксером. Поджарить блины на сковороде. Приятного аппетита. Можно желание загадывать? Можно желание, но самое главное нам их смазать с маслицем. А маслица я принес с собой. Дело в том, что масленицу положено друг к другу ходить в гости с блинами. Вот, блинами ты меня кормишь, а остальным я тебя буду угощать. Здорово. Вот, смотри. Ох. Это у нас вареные яйца. Какое лукошко. Лукошко у нас тут свое. Звездно-холодильное. Угу. Так. Это будет варенье? Это будет варенье. Я угадала. Совершенно верно. А я тебе сейчас дам какую-нибудь штучку. Ты можешь открыть масло. Ага. И смазать блинчики. 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 Масло это у нас топленое, деревенское, специально привезенное для тебя. Ой, спасибо большое. Ну, может быть, достанется еще твоим музыкантам. А пахнет. А дай понюхать. Божественно. Божественно. А я начну делать начинку, которую мы положим в блины. Вот. И что это будет, Саша, за начинка? Это будет яйцо вареное с обжаренным луком. А, ты будешь луком. Это очень вкусно, да. И мы это обжарим как раз вот на этом замечательном... Пассеровать. Маслеце, да, пассеруем. Я прямо так вот... Варечка, ну, мы тоже будем делать сладенькие блинчики, потому что без сладенького как-то масленица... Конечно. Скучновато будет, поэтому сейчас я приготовлю специальную начиночку сладкую для наших блинчиков. Ну что, мне порезать, наверное, яйца нужно, да? А ты умеешь? Давай резь. Гимо-финиш, ад. Ну, естественно, я должен спросить тебя о проекте, который нашумел на всю страну. Я имею в виду универсальный артист. Как туда певица... Попала. Такая дива, фолк народная, скажем так, попала в это. В это? В это. Ну, Саш, вы же артисты, мы же должны быть универсальными. Как говорит Боря Моисеев, мы же артисты, окей. Конечно. Мы должны быть готовы всегда к работе. И что нужно было выучить песню в традициях рэпа за три дня. То есть это было ни для кого не сюрпризом. Я это сделала, и мне поставили самые высокие баллы. Попробовала себя в роке, тоже мне очень понравилось. Я думала, что я и шансон, это несочетаемые вещи, оказывается. Но сочетаемые разговаривающие певицы и режущие все-таки яйца. Хорошо. Потому что, знаете, филонить у нас не выйдет. Нет, не выйдет. Так, а насчет рэпа, вот это меня действительно удивило, потому что я в твоем исполнении ни разу не слышал. О, это было очень круто. Надо было обладать. Да, 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 обладать. Да не вопрос. Единственное, что я знаю по-английски. Слушай, мы спели. Да, 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 да. Единственное, что было очень сложно в джазе. Вот джаз нахрапом не возьмешь. Это надо заниматься и быть все-таки другой национальности. Вот, потому что джаз это все-таки... Гуталин у меня есть где-то. Совершенно не русское. Традиции, не русское искусство. А ты владеешь? Джазом? Да. Ну, как я могу владеть джазом? Это, наверное, единственное, чем я не владею. Хотя я очень люблю, очень люблю слушать джаз в исполнении. Это Мелла Феджераль, Луи Армстронг, то есть Пол Негри. Это потрясающая музыка, очень хорошая музыка. Мы, кстати, с ней Новый год даже отмечаем. Ничего себе. А я, знаешь, на ком? На Олджиро помешаю. Хороший, хороший. Вот, и Барри Вайт. Ну, это же Мелла Феджераль. Ну, что-то. Вот, я смотрю... И Лиза Стэнфелл. И я смотрю, вот что делаю. Ага. Ага. Ой-ой-ой. Пассируешь, да? Пассирую вот в этом топленом маслеце лучок. Топленое сливочное масло – очень непростой продукт. И как его готовить, мы сейчас с вами узнаем. Я вам сейчас расскажу, как в домашних условиях делается топленое масло. Нагреваем молоко до температуры парного молока 38 градусов. Молоко обычное, домашнее, натуральное. Оно хранится всего 72 часа. С магазинового молока вы ничего не получите. Так, нагрели, включаем сепаратор. Это типа центрифуги, которая отделяет сливки от молока. Обязательно накрываем марлечку и процежем. Если нет сепаратора, то мы можем снять сливки после того, как молоко отстоится. Ну, вот то, что маленькая струйка – это идут сливки, из которых мы будем делать масло. А это уже обезжиренное молоко, которое идет на творог. Молоко отсепарировали, сепаратор отключаем. Сливки получили. И теперь из этих сливочек мы будем делать масло. Мы должны воспользоваться маслобойкой. Вот сейчас мы это и сделаем. Если маслобойки нет, то обычным, дедовским способом. Берем трехлитровую банку, накладываем туда где-то полтора килограмма сметаны. Добавляем пол-литра теплой воды. Закрываем плотно крышкой и начинаем ее вручную катать. Сливочки мы выложили. И сейчас мы добавляем теплой воды. Потому что без этого мы отделить масло от сливок не сможем. Температура воды должна быть в пределах 40-50 градусов. Сливочное масло и пахта. Для того, чтобы получить сливки, не все молоко годится для сепарирования. Если кислотность молока больше 17 градусов, уже отделение сливок не будет происходить. И вот таким образом мы промываем масло. Чтобы определить, готово масло промытое или нет, вода должна быть, вот видите, она сейчас белесая, а она должна быть светлая. Вот у нас масло промытое приобрело уже свой натуральный желтый цвет, а вода совершенно прозрачная. Сейчас мы с вами перейдем к приготовлению топленого масла. Для этого нам понадобится кастрюлька. Выкладываем масло. Добавляем обязательно воды. Можно эту даже. Ставим масло на огонь и доводим до кипения. Потом убавляем огонь. И масло у нас должно томиться в пределах двух часов. Естественно, будет образовываться пеночка. Мы ее будем снимать. Помешивать не обязательно, потому что там вода. А вода для того, чтобы масло не горело, не прогорало. Оно томится вот в этой воде. Водичка потихонечку будет выкипать, но не совсем. Снимаем последнюю пенку. И масло чистое. Все готово. Можно выключать. Так, масло остыло. Немножко тепленькое. Мы можем его разливать. Чистое, прозрачное, хорошее. Масло хранится до года. Но только в определенный температурный режим. В холодильнике. Не допускать, чтобы оно подтаивало. Выносим в прохладное место. И ждем, пока оно затвердеет. Масло у нас остыло, затвердело. Приобрела твердую консистенцию. Топленое масло, оно более полезно, чем сливочное масло. Потому что в нем остались только полезные вещества. А во-вторых, оно намного дольше хранится, чем сливочное масло. Вот так в домашних условиях приготовляется топленое масло. Покупайте топленое масло, пользуйтесь и будете здоровы. Начну делать специальную начинку, сладенькую, для наших блинчиков. И на заметку нашим хозяюшкам. Милые мои, когда вы где-то вычитываете, что этот сок куда-то нужно деть или слить, или промыть эту ягоду, ни в коем случае этого не делайте. И это самое вкусное. Смело целиком высыпайте это в какой-нибудь сайтельничек. Засыпайте сахаром, а лучше всего тростниковым. И ставьте это на плиту. И вы получите сумасшедшую начинку для блинов. Ну и, конечно, можно задобавить капельку ванильного сахара. Чутко. Так, для запаха. Очень вкусно. Очень вкусно. Ваниль. Плоды ванили многолетних лян семейства Орхидные. Используются в виде засушенных стручков, спиртовых экстрактов и прыжкообразной смеси с сахарной пудрой, идеально подходящие для выпечки. Тонкий, насыщенный сладкий аромат и горький вкус ванили прекрасно сочетаются с разнообразной выпечкой, шоколадными кремами и запеченными фруктами. Но также ваниль можно попробовать добавлять и в несладкие блюда. Родина ванили – Мексика и Центральная Америка. Ацтеки использовали эту пряность для улучшения вкуса шоколада. Чашу с этим удивительным напитком аборигены преподнесли в знак мира и Христофору Колумбу, чем на долгие годы обрекли себя на ванильную зависимость от испанского двора, которому поставляли пряность. Ваниль всегда стоила очень дорого, что побудило человека придумать ей заменитель – ванилин – побочный продукт при производстве канифоли из сосновой смолы. Вот я не Юлий Цезарь, я вот не могу делать сразу два дела. Вот почему так? Мне хочется тебе задавать вопросы, а когда я мешаю, у меня начинается дизлексия, и я ничего не могу сказать. Поэтому вот ты режешь, и ты можешь сама что-нибудь рассказывать. Конечно, я могу. А что мне рассказывать? Я тебе могу спеть. На каком языке ты хочешь? Ты много знаешь языков? Я много языков не знаю, но могу тебе спеть. Ну, например, на древнем гельском языке, на иврите. Иврит мне близок. И на арабском. Ну, на каком еще? Ты знаешь, много языков, и шведский, и армянский, гельский я уже говорила. Это, кстати, старый кельтский язык. Вот, поэтому выбирай, вот на каком хочешь, я тебе сейчас спою. Что нам надо говорить? Хочешь, я знаю. На всех. На всех. Я потому что половину из них вообще не слышал. Ну, тогда давай начнем с арабского. Давай. Или с кельтского. Это древний ирландский язык, направление называется Пушченбелл. Песня о рыбаке. Класс! Так, а наше варенье уже почти готово. Так, это я могу прям перемешать так. Обязательно надо посолить. Это я предоставляю. Мне? Да. Я рыб не соленая. Ну, тогда солю я. Когда не солю. Вообще? Вообще. И считай, что это неправильно, потому что отбивается вкус продукта. Пойду на поводу у тебя, не буду солить. Попробую. Ну, в принципе, блина в жизни не нужно. Конечно, этого достаточно. А, ну, этого достаточно. Это очень живое. Соль вообще вредная, конечно же. Это бесспорно. Так, завела ты меня про языки. Еще какие? Арабские, шведские, армянские. На арабском? Да. Саламат, 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 я хабибная бабия. Шук сафару макам вахит, мавахашна минум вахит. Ле, 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 ле. Дэн-то вааж, те не бидзе. Браво, браво, браво. Песня первая была про рыбака. Да, а эта песня, она приветственная. Знаешь, когда в гости приходят в дом, вот их приветствуют. Саламат, да здравствуй, саламат, да здравствуй. То есть это вот такой очень... Текстик ты мне перепиши. Очень обязательно. У меня друзей много арабов. Особенно шейхов. О, им будет очень приятно. Вот вы приходите. Это их любимая песня. Так, как все сразу, надо все успеть. Конечно, да. А здесь тоже. Маслица промедление не терпит, потому что блины-то у нас остывают. Да. Может быть... Давай мы здесь подсоберем сейчас. Варька, а ты вообще умеешь блины-то заворачивать? Ну, конечно, а что их заворачивать? Давай сюда блины. Я вот не умею. Я их люблю есть и умею есть. И ем я их руками. Нам нужна вторая тарелочка. А я тоже тебе могу спеть песню. Какую? Про любовь? Да. Да. На. Если не ошибаюсь, на мордовском. М-м-м, давай. Ай, куруксай, куруксай, курукбоктанкарнасай, кушталалыш, башталалыш, топияж бую дурсай. Оп! А-а-а! Браво! Так мы допоемся. Вот чувствую, близится тот момент, когда мы все-таки эту всю благодать вкусим, что ли, так сказать. Это мы будем есть в завернутом виде, а нашу начинку сладкую я перелью вот в такую красивую точку. И мы туда будем просто макать. Макать. Заправка для блинов с яйцом и луком. Сварить яйца вкрутую. Луковицы мелко нашинковать и обжарить на топленом масле до золотистого цвета. Соединить приготовленные яйца и лук и перемешать. Варенье из замороженной вишни для блинов. Вишню разморозить в кастрюльке. Не сливая сироп, засыпать вишню сахарным песком, перемешать, довести до кипения. Убавить огонь и варить до готовности 20 минут. Добавить пакетик ванильного сахара. Приятного аппетита! Ой, Варвара, как нравится приходить в кастрюль. Пробуем? Абсолютно. Очень вкусно. Прощай, диета. Здравствуй, масленица! Люди, если вы в масленице не попробовали блин, вы год прожили зря. Перед постом надо как следует... Найдется? Да. Как медведь перед зимовкой. Но я настаиваю, чтобы мы с тобой попробовали именно вот со сладенькими. Давай. Ну и эту диету, правильно? Конечно. Кстати, считайте, что съев пять блинов, вы в день не наберете никаких холодов. Вот так вот. Это мне диетолог сказал. Интересно. Хотела бы я дружить с таким диетологом. Это очень вкусно. А у меня все такие диетологи, поэтому я так выживаю. Добрые и счастливые. Они добрые люди. Да. Божественно, божественно. Друзья мои, я считаю, что масленица с нашей подругой, даже не подругой, уже близким человеком Варвары случилось. Мы наелись блинов, мы сыты и довольны. С вами была программа «Звездный холодильник» Александр Морозов, Варвара. И нам с Варенькой было очень вкусно. Прощай, 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 масленица. Прощай, 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 масленица. Ой-да-ой, ой-да-ой, прощай, масленица. Ой-да-ой, ой-да-ой, прощай, масленица. А я поем. Субтитры создавал DimaTorzok